Меня зовут Юля. Я записываю это видео не для того, чтобы меня жалели, а чтобы история, которая случилась с моей семьей, никогда не повторилась. Одесса занимает первое место по статистике, по смертности детей в роддомах. А статистики наказания за это врачей нету, не существует, потому что ни один врач не понес за это наказание. У нас сложилась тоже такая же ситуация. Врачи первого роддома заверили, что у меня нету показаний кесарево сечения, хотя потом, вследствие выяснения адвокатами этой истории, нам показали документы. У меня было тазовое продвижание, обитие пуповины, вес ребенка 3 700, родиться ребенку здоровым, естественным путем не было шансов. собирались в консилиум. Их было три по факту. Стоят подписи врачей. Воронова Светлана Степановна, ночмет, вела меня на дневном стационаре, смотрела и сказала, что я буду рожать сама, буду пробовать сама, даже если вдруг что-то не так, сразу сделает кесарево. Я сказала, что я не против кесарево, что если оно нужно, то я готова его сделать, я хочу, чтобы было лучше для меня и ребенка. Мне сказали, что нет, нет, у тебя нет никаких показаний, будешь рожать так. Я как бы не специалист, я рожаю первый раз. Я сдавала все анализы, которые надо. Читала отзывы, хотела рожать лучше в роддоме, как там пишут. Я же не знала, что все отзывы плохие удаляются. Когда начались роды, не могла не родить ребенка, он был крупный очень. Когда я начала понимать, что что-то идет не так, начала просить, чтобы делали кесарево. Врач мне сказала, что какое кесарево, он уже в родовых путях, никакое кесарево делать нельзя. В итоге из-за того, что были нарушены все протоколы, я рожала естественным путем. Мне давили на живот, вытягивали ребенка. Ребенок родился синим, не дышал. Проводилась реанимация 15 минут. На 15 минуте у него забилось сердце, он порозовел, но так и не заплакал. Его сразу отнесли в реанимацию, после чего ткач Ирина Владимировна, которая принимала роды, подошла, нам с мужем после таких тяжелых родов, когда ребенка унесли, и сказала нам, зачем было заниматься этой хуйней, извините, я дословно говорю, нужно было сразу делать кесарево. Когда мы спросили, почему же вы его не делали, она сказала, что мне сказала, значит, нет, и я так делала, поэтому. Меня акушерка заверила в том, что с ребенком все хорошо, они его спасли, какие они молодцы, что мне ребенка отдадут на следующий день. Но его увезли в реанимацию, с этой реанимации в областную реанимацию. И уже там мне сказали, что шансов у него нету никаких. Очень пострадал головной мозг, гипоксия, и что будут делать все возможное, но на полное восстановление. Шансов нету, будет он жить или нет, мне известно. Ребенок без сознания был 10,5 месяцев, практически все время в реанимации, не хватал, не дышал, не морхал, просто дышал. Мы первую же неделю подали заявление в полицию. Следствие абсолютно ничего не делает, абсолютно. Выемка документов с ротома длилась 6 месяцев. Экспертиза длится уже пятый месяц. Все это очень-очень тянется, затягивается. Не хотят признавать свою вину. Мне сказали, что да, такое случается. Может быть, если бы ты рожала в другом родноме, такого бы не случилось. Ну, родить я второго. Это все, что мне сказали. Вчера мы похоронили своего сына, которого так долго ждали, которого так любили. Я 10,5 месяцев смотрела каждый день, как он ничего не может сделать один день. С трубками на голове, за шею. И по неболы шушаться нету никаких. По информации, которую нам передали частным путем, нам говорят, что экспертиза будет не в нашу сторону. Потому что наверху сказали, что репутацию первого родома портить нельзя, так как главврач является депутатом Гурцовета. И против нее никто не пойдет. Люди, которые помогали эту историю распространять дальше, им тоже писали, угрожали, чтобы они это убрали. Я не говорю, что этот родом плохой, что там все врачи плохие. Я прошу помочь наказать людей, которые в этом виноват. Почему у нас никто не несет никакого наказания? Мне прислали девочки очень много историй о латности в роддоме, страдают дети. Кто-то остается инвалидами на всю жизнь. Кто-то умирает. Это все детки. Почему халатность врачей не наказана, а страдают родители и их дети? Я просто хочу справедливости. Хотя это законное наказание. Не стоит даже вот такого за то, что они отняли у нас самое дорогое, что у нас есть. Очень много. Спасибо. 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 Продолжение следует...